Всем привет! Меня зовут Влад А4, Глент, Кобяков и Серега. И как вы могли догадаться, мы сегодня снимаем ролик. 24 часа работаем в ресторане. У нас с Кобяковым самая важная работа. От нас зависит 99%. Мы повара. Не понял. Вообще-то от официантов зависит 99%. Если не я, то вы заказов даже получать не будете. Я скажу, 100% зависит от администратора. Потому что если я дверь не открою и не запущу клиента, денег не будет и еды не будет. Во-первых, не клиента, а гости. Для кого гость, для кого клиент. Пацаны, главное преимущество сегодня у меня, потому что у официантов есть чаевые. Вот я всегда оставляю чаевые, потому что у поваров оклад. Они получают постоянную зарплату, а официантам платят поменьше, потому что, ну, есть расчет на чаевые. Поэтому чаевые для официанта это самое главное. Это мотивация быть вежливым и получать за это благодарность. Чаевые это признак хорошего тона и воспитанности. Прямо как у нас на канале. Да, мы как официанты варим контент, стараемся, делаем все, чтобы вам понравилось. Ну и, конечно же, хотели вы за это небольшие чаевые. Подписаться на канал, если не подписаны. Или поставить лайк. Написать какой-нибудь комментарий. Ну и раз уж на то пошло, поставить колокольчик. Это самая маленькая кнопка, самая сложная. Ух, как приятно сразу стало. А, чаевые. Так, администраторы, что там, рулить будешь? Так, фасолины, чего расшумелись? Или работы нет? О, шеф, чего ругаетесь? Здравствуйте. Здрасте, сейчас я введу вас в курс дела. К нам придет сегодня ресторанный критик, но никто не знает, как он выглядит. И его отзыв очень важен для нашего ресторана. И сегодня никто, слышите, никто не должен облажаться. Гостей встречаем на высшем уровне, все понятно? Да, шеф, капец, первый день. Чего стоим? По рабочим местам вы вдвое на кухню, а вы встречать гостей. Фух, Кобяков, мы не должны облажаться. Да все будет нормально, не парься. У тебя кулинарный канал. Ребята, должен вам кое в чем признаться. Я в своей жизни где-то годик работал на такой же кухне, представляете? Поэтому наш цех под контролем профессионалов. Так, давайте пробежимся и расскажем вам, что здесь есть. Давайте начнем с одной очень важной штуки. Вот она, пойдемте. Вот она. Как вы думаете, что это? Ну, есть ответ. Итак, рассказываю. Отсюда выходят чеки с заказами. Нужно молниеносно реагировать, сразу же срывать чек, смотреть, какое блюдо там написано, и делать, делать, делать блюдо. Чек выходит, написано, салат Сезарь с курицей. Вешаем его вот сюда, быстренько нарезаем, быстренько нарезаем, добавляем сухариков, добавляем сюда-сюда, все солим, 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 солим. Потом берем чек, вешаем сюда и отдаем салат. Ну, а так как мы понимаем, что официанты, ребята, ну такие, знаете, ну, легкомысленные, ходят там, мечтают о своих чаевых, нужно им это, напоминать. Заказ готов. Ну, это, в принципе, краткая экскурсия, что такое работа поваром? Ребята, я ходил здесь по кухне и нашел вот такую дверь. Это огромный холодильник. Ну, или в фильмах это огромная комната для пыток. Вау, повеяло холодом сразу. Вы посмотрите, сколько же это можно продуктов засунуть с него. Крутяк. Ну, в общем, этот холодильник работает как дома, просто он побольше. Здесь очень холодно, поэтому пойду дальше. Нафига мне столько тарелок на подносе, Серега? Давай старайся, ты не в забегаловке работаешь, нужно уметь носить много посуды. А если я уроню? А если ты уронишь, тебе вычтут зарплату. Давай, давай, гости ждут. Так, 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 не толкай меня, аккуратно. Давай, раскладывай, раскладывай. Как? Помогай! Хочешь, чтобы я чаевые заработал? Нет, я. Сейчас. Ну, ты давай. Докойно. Опа, приседаем. Понятно. Что понятно-то? Это же просто меню, оно не разобьется. Значит, гость не будет выбирать себе блюдо, сам предложишь ему. Предлагай. Возьмите сырную тарелку, очень вкусная. Какую сырную тарелку, она самая дешевая. Сразу стейк. Уберите стейк. Нормально? Нормально. Конечно, Серега, взял себе самую легкую должность и теперь надо мной издеваешься. И вообще, принеси мне все для красивой сервировки. Тебе? Да. Не тебе, а просто для стола. Какой упрямый. Первый день администратор, получил власть, и все. Капец, я вообще немного переживаюсь. Посмотрите, здесь все на буржуйском. Как я это буду произносить? Возьмите Транчес де Пауль. Паульпле. Паульпле. Ну вот, я сегодня вообще нифига не заработаю. Так, еда. Тут тоже еда. Еда, еда. Ну и как вы думаете, что вот в этих двух холодильниках? Конечно же, еда. Кухня полностью забита разными заготовками. Вот сами представьте, в меню где-то 200 блюд. И вот приходит один клиент и вдруг заказывает одно из 200 блюд. Да, все ингредиенты должны быть на кухне. И, ребята, я вам хочу кое-что рассказать. Эта информация, скорее всего, вас повергнет в шок. Советую вам присесть, потому что некоторые люди теряют сознание от такой информации. Короче, вот смотрите, вы приходите в ресторан и заказываете суп. И думаете, для вас его готовят? Хм, нет, ребята. Берут тарелку, берут черпак, зачерпывают, наливают в тарелку, ставят в микроволновку. Ну или просто нагревают на сковородке и отдают вам. Да, ребята, тяжело это осознать, но это так. Ребята, напишите в комментарии, знали ли вы о таком вот ужасе. Но на самом деле есть простое объяснение. Суп готовится часов в 6, а повара за день готовят вот такую вот кастрюлю супа, и она расходится за 2-3 дня. Гениально! Но не переживайте, на вкус это не влияет. Ребята, я сейчас вам раскрою секрет, почему в ресторанах всегда такая тоненькая и аккуратная колбаса. Знакомьтесь, это слайсер. Включаем, выставляем толщину. Так. Вот такие колбаски получаются. Но, как вы видите, эта штука очень опасная, потому что здесь открытое лезвие. И на многих кухнях повар надевает специальную металлическую перчатку. Ну, чтобы пальцы там не оставить. Короче, штука удобная и гости довольны. Кстати, а вы не задумывались, почему блюда в ресторанах делают одинаковое по вкусу? Сейчас расскажу, почему это. Ну и вообще расскажу, как устроен ресторан. Есть инвестор, человек, у которого есть деньги. Он выбирает помещение и покупает его. Делает там ремонт, потом он нанимает шеф-повара. Далее шеф-повар сам из головы придумывает блюда и прописывает каждый грамм. Да-да-да, повара взвешивают продукты перед тем, как готовить. Короче, шеф-повар придумывает меню, а вот такие простые ребята, как мы, готовим блюда. И вот это технологическая карта. То, над чем работал наш шеф. Шеф-повара годами, десятилетиями работают над своими блюдами. Да, вот поэтому они такие разные. Кобяков, Кобяков, мы посмотрим, что наш шеф напридумывал. Так, я не понял, это что такое? Кто разрешил брать мою книгу? А ну-ка, положи на место. Я собирал рецепты 15 лет. Ну-ка, быстро навел здесь порядок. А ты чего стоишь, свистишь? Пошел за бананами отклеивать все наклейки. Быстро! Чего стоишь до сих пор? Схватил все, убрал здесь. Кроме книги. Зачем трогал? Черт. Так, икра 5000, нифига себе. Все, давай откладывай меню, надо раскладывать. Держи. Так, вилки, ложки. Да подожди, лишнее убирать, да? Ага, вилки, ложки. Так, и теперь это, салфетки аккуратно там раскладывай. По красивому умеешь как-то делать? Я только лебедей, как в отеле умеешь кладывать. Ну, давай тогда лебедей. Так, так, делаем сначала морковку. А я попробую сложить, вот так вот я видел еще. О, пирамида называется. Это что за фигня? Это пирамида. Ты что, вот этот кувелик собрался на стол положить? Я видел такое в ресторанах, ну немножко по-другому будет. А у тебя что, лебедь? Какой-то гусь общипанный. Не общипанный, а нормальный лебедь. Похоже же. Ну да, похоже на голодного лебедя. Сойдет, что ли цветы живы? Так, я не понял, это что за оригами? Это что вам? Школьная столовка, это ресторан. Кто так делает? Смотрите сюда. А что мы-то, мы... Ничего себе, как это запомнить? Вот так правильно, запомнили? Ты чего здесь стоишь? Ресторан до сих пор закрыт. Гостьки так уйдут, бегом открывать ресторан! Я не знал, сейчас будет. Ха, Серега ресторан не открыл. Молодец. Жесткий мужик, как он так розу скрутил? Ладно, одной хватит. Роза с лебедем, хотя нет, не будем позориться. Все, открыл. Фух, все поправим. Так, отлично, все, меню на месте. Добрый день, что желаете отведать? Это же фраза Глента. А ладно, как пойдет. Добрый день, добро пожаловать в наш ресторан. Посмотрели для вас место или бронировали? Столик мне тут найди. Да, конечно, куртку желаете снять? Ремни останется. Хорошо, давайте вас провожу. Вот, пожалуйста, садитесь за этот столик, он совершенно свободен. Ну, как и желаете, можете и за диван. Ой, блин, меню забыл, подождите минуту. Да не надо меню, поесть чего не дай. Скоро к вам подойдет официант. Эээ, аккуратней. Слушай, слушай, Глент, давай, вставай, там первый гость пришел. Что, уже? Ну это, запомнил, мы со всеми клиентами должны быть дружелюбными, независимо от их внешнего вида, хорошо? Конечно. Ты же хочешь чаевые? Естественно, вежливость это мой конек, понял? Козел очкастый. Извини, надо было выпустить пар, я готов. Все, давай, заработай нам денег. Так, первый клиент, столик номер два. Добрый день, я ваш официант, чего желаете? Для начала вот это вот убери. Вот ты, слышишь? Официант, стейки сколько грамм у вас? По стандартам 400. Это сколько? Это, ну, 400 раз по одному. Короче, давай мне стейк и попить что-нибудь, квас есть? Квас? Ну, для вас найдем. Все, неси. Понял, а стейк какой прожарки? Что? Какой еще прожарки? Горячее неси, горячее сырым не бывает. Понял, принял. Хорошего вам отдыха и приятного аппетита заранее, ваш официант Глент. Вы очень красиво выглядите, кстати, цуточка такая хорошая. И косметолог у вас, наверное, нормальный. Я Глент, если что, официант, вы лучший. Хватит. Понял, извините. Пацаны, пацаны, первый заказ, там первый заказ. Кто там, что там? Клиент шизанул-то, у него шарики за ролики поехали. Он как будто в 90-х еще остался. Короче, нужно приготовить стейк. Сюда, сюда, я готовлю. Я готовлю. Э, я в мяще профессионал. Я в мяще профессионал. Давай на суефа. Раз, два, три. Ну, 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 быстро, быстро, быстро. Иди, готовь. И далеко не уходи, будешь помогать. Давайте, давайте. Сковородку на плиту. Хорошо. Повара нифига не хотят делать. Давай, работай, работай. Э, слушай, чем ты там обычно занимаешься? Иди бокалы натирай. Не обязан. Главное правило. Официант всегда должен быть занят. Давай, давай, натирай, натирай. Правильно, правильно. Разгоняй здесь пар. Так, ассистент, масло сливочное. Э, вот. Чеснок. Что там дальше? Травы. Мясо. Мясо, 250 грамм. Отлично. Пять, четыре, три, две, одна, переворачиваем. Цвет шикарный. Так, а теперь секретный элемент нашего шефа. Так, ты уверен, что справишься? Конечно, я так тысячу раз уже делал. Давай, и спички. О-о-о-о. Ой-ой-ой-ой-ой. О, хорош. Царелку. Украшаем. Помидоры. Помидоры? Травы для украшения. И картошечку. И перец. Ну все, готово. Красота, слушай. Люди по времени успели. Цент. Быстрее, остынет же. Как тебе? Вот это да. Стоять. Готово, вперед. Ладно. Кто готовил? Ой, мы. Молодцы. Э, это я вообще-то готовил. Да, да помни, все, блокнот с рецептом. Скоро будет у вас. Готовьте бабки. Так, держите ваш квас, стейк. Приятного вам аппетита. Вы бы это, так с ножа не ели, а то злым будете, примета такая. А у меня работа такая, злым быть. А это мясо вчера гавкало или мяукало? Я сейчас схожу на кухню, узнаю, мясо-то должно хорошее быть. Да расслабься, ладно, я пошутил. Вы в порядке? Вы в порядке? Ряга попутал, что ли? Я, я, я спасти вас хотел, извините. Туалет где? Прямо и налево, вон там. Убери тут все. Понял. Ё-моё, первый клиент, такой косяк, Глент. Офигеть. Конечно, кто только в рестораны не ходит. Мяса, я так понимаю, он уже не будет. Блин, вот повара, мясо какое-то жесткое. Теперь точно никаких чаевых не получу. Опа, кажется, она. Так тебе как больше нравится, соломкой или кубиком нарезать? Мужчина, мужчина, вы что делаете на нашей кухне? Ты это, посмотри, у него в руках книга нашего шефа. Куда, куда? Куда? Стой, стоять! Стой, стой, Ась! Загоняй! Так, я не понял, что за шум? Это же маяк, маяк, книга, рецепт! Что происходит? Парни, парни, ну-ка, лево, давайте! Я забрал! Ты что натворил? Шеф, а ну убери! А ну сними! А ну посмотри, он живой? Конечно живой! Живой! Давайте его быстро, 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 через черный ход, из ресторана, давайте! Вот, давай, 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 давай! Да, да, несите, несите прямо на улицу его! На улицу кладите! Это ж надо, а! Первый день парни вышли на работу, и тут же криминал, криминал! Кровушку пустили на кухне, мои кастрюлю испачкали! А где половник? Где половник? Ребята, вы куда дели половник? Шеф, 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 вы это, вы как всегда... Отнеси! Вы как всегда вовремя! Дверь закрыли! Да, 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 это что было? Что, кто это? Что было, что было, они постоянно охотятся за моей книгой! Конкуренты присылают сюда бандюганов, а они пытаются забрать, а вы не отдали! Молодцы, ребята, молодцы! Хвалю, хвалю, хвалю! Все, за работу, за работу, за работу! Точно дверь закрыли? Точно! Молодцы! А вы пульс потрогали, он живой? Живой, точно, говори! Хорошо, тогда хорошо! Вау, я так давно мечтала здесь побывать! Серьезно? А я не говорил, что это ресторан моего отца? Правда? Да. Здравствуйте! У вас столик на двоих? Нам, пожалуйста, самый лучший столик! Да, конечно, обязательно! Давайте я сниму ваше пальто! Простите, пожалуйста! Тогда? А вы не могли бы, мне эта девушка очень нравится, вы не могли бы мне подыграть, сказать, типа, что я вот... Что мой папа, это хозяин вашего ресторана, вот... Ну, знаете что, тут у нас не театр, и я, в принципе, таким не занимаюсь! Я вам чаевые оставлю, много! А, ну, тогда это другой вопрос! Конечно, помогу! Вы что, не волнуйте, все будет в лучшем виде! А, извините, пожалуйста, как вас зовут? Антон! А по отчеству? Антон Валерьевич! Все, понял, Антон Валерьевич! Все, присаживайся, сейчас поднесу меню! Так... Вот, наконец-то, богатенькие пришли! Так... Оп! Ты что, без дела сидишь опять? Ты что, без дела, я работаю вон! Да я шучу, видел, гости пришли! Опа, ну-ка, рассказывай, кто это! Ну, короче, парень решил подкатить к девушке, и нужно ему немножко подыграть! Сказал, зато чаевые хорошие заплатят! Опа, так за хорошие чаевые я не умею пожариться! Да нет, тихо, не разгоняйся! Это он мне обещал чаевые, но если ты хорошо обслужишь, я с тобой поделюсь, окей! Давай сюда ручку и меню! Сейчас я их обслужу! Э, голова, а зовут-то его как? Антон Валерьевич! Антон Валерьевич! Только поуважительнее, он сын директора! Реально? Да нет, конечно, просто подыграй! Э, понял! Антон Валерьевич, здравствуйте, рады снова видеть вас в наш... то есть в вашем ресторане! Вот ваше меню! Так тебя и правда тут все знают! Да, мы тут все Антона Валерьевича уважаем! Прошлый официант моего ЧВ Майбах купил! Круто! Ну, я уже определилась заказом, так хочется все попробовать! Мне, пожалуйста, салат Цезарь, карбонару и мое любимое креветто Фрайдейс! Может быть, еще что-нибудь посоветуете? Ну, могу посоветовать вам вкуснейший десерт гляссе а-ля креме! Звучит очень аппетитно! Я попробую! Понял! Антон Валерьевич, а вы что будете? А мне, пожалуйста, картошку фри! Что-то вы сегодня очень скромно! Ну ладно, ожидайте заказ! Слушай, а давай кто быстрее укроп пошинкует? Давай! Ну, завпринят! Ты даже не знаешь, с кем ты связался! Готов! На счет три! Раз, два, три! Готов! На миллисекунду тебя опередил! Капец! Так, я не понял, это что за бардак здесь, а? У нас, между прочим, гости в зале! А ну-ка, быстрее работать! Быстрее, 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 шинкоем! Ой, не заметили! Так, у нас здесь карбонара, цезарь, креветки, картошка фри и десерт! Ну что стоишь, приступай давай! Так, я к карбонару! Так, я салатик подрежу! Так, укропчик! Теперь основная паста! Так, яйцо! Отделяем белок от желтка и добавляем в пасту! У меня все! Я тоже почти готово! Иди заряжай картошку фри! Тут все просто! Картофель фри из пакета, плюс кипящее масло и немножко времени! Три минуты прошло и смотрим результат! Так, какая красота! И обязательно сразу же посолить! У-у-у-у! Можно забирать! Малыш-палыш, продолжайте так же! Пацаны, верните, как было, оно растеклось все! Клент, что, Клент? Отлично! Так, аккуратно! Да, конечно, аккуратно, я профессионал! Так, и ваша картошечка, приятного аппетита! Интересная у вас, конечно, подача! Но это у нас все по последним модным направлениям, минимализм! Приятного аппетита! Сколько это стоит? Это 150 долларов! Что, водички? Не-не, спасибо! Ага, понял, ну, кушайте, а я за детертиком! Ну тут же понятно, сначала мороженое, потом конфеты! Нет, сначала фрукты, потом мороженое, а потом конфеты! Ну, клиент ждет, ну, пожалуйста, давай! Так, я не понял, вы чего тут опять ругаетесь, а? Потому что сначала фрукты, потом мороженое, а потом конфеты! Сначала мороженое! Вот это вам зачем, а? Вот это я спрашиваю, зачем? Эта книга, это библия ваша, вы должны ее читать! Сначала мороженое, потом фрукты, а потом уже сладости! Усек, ты, оба, давайте вперед! Усек! Ну так он сказал, что сначала фрукты, а потом конфеты! Иди клубнику нарезай! Так, сначала мороженое... Клубнику, клубнику, быстрее! Вуаля, готово! Дополним сливками! Какие сливки нету в рецептуре? Все, готово! Десерт! Вот, ваш десерт, прошу! Вау, потрясно выглядит! Хорошо, что мы сюда пришли! А еще наш ресторан в этот вечер хочет сделать вам сюрприз! И спрошу маэстро Сергей! Антон, мне так нравится наш ужин! Может быть, еще как-нибудь сюда придем? С тобой хоть каждый день! А теперь мы оставим вас наедине наслаждаться ужином! Ага, это я заберу! Вот, смотрите! Ну как вам, все понравилось? Да, все было просто чудесно! Прекрасно! Очень рады это слышать! Антон Валерьевич, а вот ваш счет! Ну, у меня нет столько! К-к-к-как это нет? Ну вы же еще обещали чаевые мне дать! Дорогой, какие-то проблемы? Ага, нет! Может, позвонишь своему папе? Да какому папе? Он разводит вас! Нет у него никакого папы богатого! У него ветер в карманах! Что? Это правда? Не звони мне больше! Ну а с вами, если у вас нет денег, Антон Валерьевич, придется отрабатывать! Ну что, Антон Валерьевич, вот ваше новое рабочее место! Держите, приступайте! Прямо сейчас! Что? Что? Что такое? Что звоните? Ну это, время-то уже! Обеды для персонала! А, ну так окей, пацаны! Я вам сейчас креветочек сделаю! Так-так-так, остановись! Какие креветочки? Значит, обед для персонала будешь готовить ты, а бюджет ограниченный! Ну что-нибудь вкусненькое приготовишь, да? И побыстрее, 20 минут тебе на все! Давай, Кобяков, не подведи! Я в раздевалку 20 минут посплю! Давай! И без рыбы! Ладно, я кое-что там в тиктоке видел, сейчас повторю! Рецепт очень простой! Из обычных чипсов я сделаю картофельное пюре! Берем чипсы, засыпаем в кипящую воду! Да, на первый взгляд это кажется странным, но я точно видел в интернете, что это работает! Размешиваем, так... Берем вторую кастрюлю, а чипсы процеживаем! Высыпаем в кастрюлю, теперь добавляем масло побольше и теперь расталкиваем картошку! Реально похоже на пюре, посмотрите! Я уверен, парни останутся довольны! Прошу пюре по моему фирменному рецепту! Знаю, Кобякова, это либо что-то вкусное, либо что-то отвратительное! Так, фасолиное, я тут главный, буду пробовать первый! А из чего ты это готовил? Ну, это секретный рецепт! Ммм! Поделишься? Ну, я вам потом по секрету расскажу, чтобы пацаны не слышали! Ммм! Очень вкусно! Присподобно! Налетай! Хорошо, хорошо! Ммм! Ой! Ой! Что это? Я, походу, надолго! Кухня на вас! Ой, мамочки, 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 открой! Ай-ай! Ты что это наделал? Из чего это? Ты нас без шефа оставил? Дайте почистить зубы! Блин, что я наделал? Получается, остались без шефа, и придется без него справляться! Неудобно получилось! О! Ничего себе, как у вас красиво! Все блестит! Бонсуа, мадемуазель! Бонсуа, амигос! Я смотрю, вы с питомцем? Ну, как стать с питомцем? Вот! Ну, знаете, вам очень повезло, в нашем ресторане мы animal-френдли, так что примем его по лучшему разряду! Сейчас давайте посмотрим, есть ли в нашем заведении места. А у меня тут сертификат, это на ужин в вашем ресторане, как говорится. А, ну, раз сертификат есть... Ага! Да, наш! Так, знаете что, у меня к вам одна просьба. Слушаю! Я вот эту всякую химию, ГМО, я это все не употребляю. Вы мне, пожалуйста, курточку приготовьте, хорошо? Ой! Ваши ребята справятся? Ставьте сюда, да-да! Родственники из деревни передали, хорошо? А, знаете, ну я уточню у повара... Справятся, да? Думаю, да! Давайте я вас обслужу! Снимайте, потом пальто! Давайте! Ой! Сильнее, молодец! Отлично! Все! Так, и пройдемте за мной, я вас провожу. Проходите сюда, присаживайтесь. Спасибо! Вот ваше меню. Можете пока ознакомиться, а я пока уточню у повара насчет вашего питомца. Серега, ты что, себе питомца завел? Да какого питомца? У нас там клиентка попросила приготовить курицу. На фиг ты согласился? Вообще-то желание клиента закон, нужно как-то исполнять. Ты что? Тебя шеф за это? А если я откажу клиенту, меня за это директор. Разбирайся сам, я этого не видел. Слушай, а может клиента разыграем? Скажем, что нам для этой машины нужны дрова. Ну да, можно. А еще можно пара его попросить принести. Новички на это ведутся. Пацаны, это вам, готовьте. Поступил спецзаказ, нужно приготовить это. И что мы будем с ней делать? Я откуда знаю, вы же повара, это ваши проблемы. Все, давайте, жду через 10 минут. Серега, 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 Серега! Что делать будем, Кобяков? Не знаю как ты, но я ее точно не буду. Я тоже не буду. Слушай, а может мы ее напугаем, и она сама того. А я, кажется, кое-что придумал. Пойдем-ка. Слушай, фигня какая-то, не работает. У меня есть нормальная идея. Давай мы это, просто курочку-гриль закажем, а эту спрячем. Нормальная идея? И вообще, почему мы сразу не догадались? В туалете спрячем. Ой, шеф, вы тут? А где мне еще быть? А это что у вас там, живая курица? Нет, 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 это вам показалось. Вы смотрите, у меня там критика, не упустите! Критика? Ой, забыл совсем про него. Ладно, бери курицу в раздевалке спрячь. Давай, давай. Ну, супер, просто вещи. Слушай, ну и неплохо получилось. Да, Голь, курочка, крылышки. Ой, бедная птичка, вы что наделали? Ну мы ее вообще, знаешь, что здесь сделали? Мы ее спрятали. Что? Курочку настоящую взяли и спрятали. А это в доставке заказали. Ну что, не это? Нет, конечно, мы же не живодеры. Блин, ну офигеть. А я уже поверил. Курочка по-деревенски, Bon Appetit. Ой, какова красота-то. Ой, запах-то какой. А поджаристая, золотистая, как я летом на пляже. Может быть, вам еще чего-то принести? Кофа. Кофа хочу. И сделайте, как в журналах, звездочку нарисуйте или сердечко. А знаете, я сфотографирую и всем своим родственникам отошлю. Угу. Без проблем. Кофа так кофе. Кофа. Кофа, блин. Как я сделаю кофе? Хорошо, что есть кофемашинка, потому что как приготовить кофе без кофемашинки, я не знаю. Капучино. Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Как говорится, было капучино, стало американо. Американо готово. Сейчас сделаем капучино. Теперь берем корицу, начинаем рисовать сердечко. Я вообще знаю, что профессиональный обрез наделал по-другому, но извините, я тут не устраивался. На сердце похоже, похоже. Пойду я очаровывать. Пожалуйста, ваше кофе сердечком. Ого, красотища какая, даже пить жалко. Кстати, курочки я уже наелась, ну не оставлять же. Чего стоишь, помогай давай. В смысле, в смысле, ну... В смысле, в смысле, давай, укладывай. Так, давай, 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 давай. Как, как, как? Ну как, укладывать, вот, берешь курочку, оп. Понял. И еще кусочек. Ну ты что стоишь-то, вон, нож бери, ножом укладывай. Так я не понимаю, куда вы так спешите-то? Давайте, давайте. О, мне же еще это, на рынок надо. Забыла совсем, давай, ой. А кофе? Кофе, кофе. Без кофе никуда. Ой, там же рисунок так долго рисовал наш бариста. Все, давай, давай, пока, пока. До свидания. А чай вы, а? Добрый вечер, хотите поужинать? Бонсуа. Добрый вечер. Я как раз прилетел из проезжа. Голоден, как у вас говорится. Как вон. Мы очень рады вас приветствовать в нашем ресторане. Давайте вас провожу к вашему столику. Пойдемте за мной. Алгоритм простой, запоминай. Раз, два, три, четыре, пять. Оп. Пацаны, где Глент? Не могу его найти. Не знаю, тут официанты не водятся. Там это, кретик приехал. А Глента нигде нет, нужно принять заказ. Да ладно, не гони. Реально такой в пиджачке, солидный. Это точно он. Да, да, это он. Он прямо из Франции приехал. Что делать? Так это, ребята, есть идея? Давайте это. Скажу, заказ приму. Скажу, что я шеф-повар. Ну, типа, лично вышел. Произведу на него хорошее впечатление. Блин, отличная идея. Подай, давай. Все, вперед. Здравствуйте, здравствуйте. Я шеф-повар этого ресторана. Вы шеф-повар? Такой молодой? Да, я начал готовить раньше, чем научился говорить. Хорошо. Тогда принесите мне кавьяр-нуар, сельвуплей. Не расслышал, что? Кавьяр-нуар. Да, отличный выбор. Это все? И бокал воды. Отлично, все будет. Где же этот Глент? Куда спрятался? Глент! Глент. Там гость важный пришел. Не можешь, я вам быть здесь. Глент! Алло, ты что, уснул? Глент, я вообще просто за водой пришел. Как-то присел и вырубился. Достал меня уже всех обслуживать. Давай быстрее, там критик пришел. Нужно быстрее готовить заказы, отдавать ему. Кто пришел? Критик. Критик? Да. Так это что, блин, надо его как-то впечатлить, как-то чтобы... Ну, чтобы он удивился. Так, у меня уже есть идея, погнали, погнали. Давай, давай, быстрее, быстрее. Слушай, он что-то там как-то ляпнул на каком-то китайском. Я что-то вот записал. Кавир-ну-ла-а. Я не знаю, что это. Давай это в книжке посмотрим, что-то на кавир. К-к-к-к-к-к. Кавье-нуар. Это черная икра. А, так это же фигня, готовить ничего не надо. Выложил красиво, да готово. А я пойду водой займусь. Так, икра в холодильнике. Вот оно, самое ценное в нашем ресторане. Нужна тарелка. Так, тарелка, тарелка, тарелка. О! Что это было? Это... Кобяков, это же единственная икра в ресторане. Я не знаю, как так получилось. Я не специально. Что нам теперь делать? Ресторан закроют. Не переживай, у меня, кажется, есть идея. Смотри. Если черной икры больше нет, то будем делать черную из красной. У нас красной икры полно. И есть красители, вон, черные. Кобяков, нас так хотя бы просто до уровня шаурмичный понизят. А если это запально, то вообще закроют. Да не запали. Скажем, что это особый вид икры. Эксклюзивный. Так, ладно, все. Ух, влаги была. Получается. Слушай, а мне кажется, что много кто так делает. Если что-то там ему не понравится, скажем, что это наш специальный сорт. Согласен. Давай тарелку. Так, дай-ка я это с водой закончу. Все, готово. Так. Здорово, пацаны. А я это, опа, на роликах. Решил вот так удивить. Ты, это, уверен в своих умениях? У нас тут вообще-то критик сидит. Все нормально будет, успокойся. Конечно, уверен. Только тут лестница, надо быть аккуратным. Та-та-та-там. Держите. О-но-но-но, что вы наделали? Это же мой любимый пиджак. Вам все, сори. Я сейчас вам все помогу. Извините, извините, вы пока попейте. Так, 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 так. Крутите, простите, пожалуйста. Не переживайте, мы сейчас все исправим. Хватит. Что вы себе позволяете? Это ресторан или запекаловка? Не волнуйтесь, мы вам дадим кофе за счет заведения. Что вы еще на меня кофе вылили? Ну, простите. Я ухожу. Оревуар. Блин, 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 блин. Ну, может, вы его остановите, я не знаю. Это полный провал. Что мы теперь шефу скажем? Давайте скажем, что это не я, я вас прошу, он же меня уволит. Блин, и чаевых не заработали, и отзыв плохой получим. Это просто... Здравствуйте. Здравствуйте. Молодые люди, я к вам с новостями. Вы меня не узнали, но я и есть тут ресторанный критик, который составляет рейтинги лучших ресторанов. Вы же у нас сегодня были. А, и как, вам же все понравилось, да? Ну, вам встретился гость, который был с весьма странной просьбой. Вы его хорошо встретили. И я поставила вам очень хорошую оценку. Пять! 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 Что ж, молодые люди, до свидания. Я буду к вам теперь часто заходить. Да, до свидания. Пацаны, ну считай, мы справились, молодцы. Да, ну денечек сложный был, конечно. Да. Ну кажется, мы заслужили чаевые в виде ваших лайков. Да, мы сегодня многому научились и много чего вам интересного показали. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент, Кобяков, Серега. Всем... Так, я не понял, это что такое, а? Пока! Кто мне объяснит, вот это что такое? А ну идите сюда! А ну идите сюда! А ну идите сюда! Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба. Глент, Кобяков, Глент. Глент. Продолжение следует...